Бум, с вами Арталаски и сегодня мы будем делать взрыв для игры в стиле пиксель арт. Из программ нам понадобится unity 5 версии и выше, а также любой графический редактор. Я буду использовать photoshop creative cloud 2017 года. Ну а прежде чем мы начнем делать взрыв, я порекомендую канал Dead Rocker, где вы забудете про скучные примитивные видеокурсы и найдете качественные и веселые видео уроки по программированию на unity, а также игровые фичи, челленджи и альтернативный взгляд на привычные туториалы и все это с юмором и иронией, подписываемся. Окей, начнем с того, что создадим анимированную частицу. Открываем photoshop или любой другой графический редактор, создаем новый документ размером 16 на 128 пикселей и включаем сетку, если вы новичок в photoshop, то обязательно посмотрите вот этот ролик, а если просто не знаете как включить и настроить сетку, то вот этот. Теперь самый простой способ нарисовать в каждой клетке 16 на 16 пикселей ровный круг, если хотите больше реализма рисуйте что-то вроде облачка, суть простая, нужно в каждой клеточке рисовать круг или облачко на пару пикселей поменьше, до тех пор пока не останется одна точка, 8 кадров для этого должно быть достаточно. Далее нужно залить внутренности белым цветом и сделать контур светлее, чтобы он не был таким чёрным. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl-U и перетаскиваем вправо ползунок яркости. Наконец берём свет немного темнее белого и подрисовываем тень, таким образом наш взрыв будет объёмнее. Не забудьте отключить слой с фоном или удалить его вовсе. Так, с первой частицей разобрались, переходим к следующей. При взрыве всякие маленькие кусочки разлетаются в стороны, я рекомендую делать частицы осколков именно из того объекта, который взрывается, например куски бочки или автомобиля. Здесь мы также создадим документ 16х128 пикселей и нарисуем как можно более разные куски. В самом движке Unity мы будем рандомно создавать каждый из них и это будет выглядеть более красиво. Осталось ещё немного, при взрыве первое что мы замечаем это яркую белую вспышку, а уже потом всё остальное. Поэтому сейчас мы создадим документ 64х64 пикселя и просто сделаем здесь белый круг без обводки, всё, изи. Последняя частица дымовая, делается точно так же как и та частица в начале видео, но здесь всё же актуально рисовать видео облачко, главное сделать их разными. Подготовительная часть завершена, переходим в Unity. У меня сейчас открыт пустой 2D проект, на сцене только камера. Если вы первый раз в Unity, то ставьте на паузу и смотрите это видео, чтобы быстренько разобраться в его основах. Ну а если вы всё это уже знаете, то идём в меню GameObject и выбираем Particle System. Кстати, отключим режим 2D и отделим камеру по CZ примерно на 25 юнитов. Теперь закидываем все наши спрайты частиц в юниту, нажимаем на один из них и в строке Sprite Mode выбираем Multiple, так как наш файл содержит в себе несколько спрайтов. Параметр PixelsForUnit выставляем на 16, потому что каждый кадр в нашем дуалсете имеет размер 16 на 16 пикселей. Нажимаем применить, открываем Sprite Editor, Slice, GridByte, CellSize. Снова нажимаем Apply. Фильтр Mode ставим на Point. Рекомендую также выбирать компрессию в избежании ненужных артефактов. Подтверждаем и проделаем то же самое со оставшимися спрайтами. Теперь в окне ассетов нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Create Material. Называем его так, чтобы потом было понятно, что это вообще такое. Жмем на созданный материал и в строке Shader выбираем Particle Alpha Blend. Другие нас в этот раз совершенно не интересуют. Закидываем сюда спрайт и проделаем то же самое с остальными. Осталось настроить саму систему частиц так, чтобы это было похоже на взрыв, которая будет состоять из нескольких систем, объединенных в одну. Для начала создадим основную массу взрыва. Параметр Duration отвечает за длительность эффекта. Ставим его на самый минимум. Параметр Start Lifetime ставим на 1,1 секунды, а параметр Start Speed на 25. Позже вы сможете поиграться со всеми этими настройками и подобрать что-то конкретное для себя. Максимальное число частиц выставляем на 150, этого достаточно. Теперь переходим в Shape и выбираем форму круга, а также выставим его значение вращения по нулям. Открываем вкладку Emission и нажимаем на плюсик. Минимальное и максимальное количество частиц можно сделать одинаковым, но я сделаю разницу в 50 единиц для небольшого разнообразия в эффекте. Итого получается минимум 100 и максимум 150 частиц будут создаваться в первые же миллисекунды. Настроим динамику размера. Переходим во вкладку Size Over Love Time. Этот параметр меняет размер частицы с каждым моментом ее существования. Только нужно заменить ее кривую, чтобы с каждой секундой она уменьшалась, а не увеличивалась. Отлично, осталось настроить цвет. Изначально он будет белым, затем желтый, рыжий, красный и наконец коричневый. Наконец, подключим нарисованные спрайты, активируя параметр Texture Sheet Animation. В строчке Tiles X выставляем значение 8, потому что в спрайт-листе у нас именно 8 кадров, а в строчке Y оставляем единицу, потому что у нас всего одна линия с тайлами. Переходим во вкладку Render и в строку Material перетаскиваем наш материал с частиц взрывок. Уже что-то похожее, но еще далеко не все. Возвращаемся во вкладку Size Over Life Time и слегка изменим кривую. С этим пока закончим. Добавим разлетающиеся осколки. Создаем новую систему частиц и настраиваем ее следующим образом. Отдельно расскажу про вкладку Trails. Она рисует шлейф за каждой частицей. Для нее требуется отдельный материал, но мы пойдем простым путем и выберем в рендере стандартный Sprite Default. Уменьшим толщину линий и время существования шлейфа. Вернемся в Texture Sheet и включим там параметры Single Row. Проверьте галочку на рандоме. Осталась последняя частица вспышка. Она самая простая. Про дыр мы поговорим в следующем видео, ибо это отдельная тема и она не маленькая. Ограничим максимальное количество частиц до трех. Время существования ограничим до самого минимума. Скорость на нуле. Заменим материал во вкладке Render. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь поместим системы друг в друга. Главное, чтобы вспышка была поверх всего остального. Это можно настроить и во вкладке Render, Order in Layer. В успешке поставим 2, у массы единицу, у осколков оставим 0. И да, есть еще параметр SubAmeters, но с ним возни побольше и работает он не всегда как задумано. Поэтому пока так. Вот, собственно, и все. Создаем из этого префаб, и у нас есть готовый ассит взрыва в стиле PixelArt. В следующих роликах мы сделаем еще несколько видов взрыва с дымом и без. А пока что подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Кстати, скачать этот ассит вы можете у меня в группе, не забудьте вступить в нее. И, кстати, участвуйте в розыгрыше ключей. Нужно лишь подписаться на мой канал, вступить в мою группу ВКонтакте и сделать репост этой записи себе на стену. Через неделю я разыграю три ключика от трех неплохих инди-игрушек. Ну а с вами был Арталаски, до завтра.